Уважаемые товарищи, сегодня мы проводим семинарское занятие на тему реализации программы Федерации профсоюзов России «Задачи коллективных действий». Программа, я надеюсь, что все, по крайней мере, здесь присутствующие и те, кто нас слушает в рамках первого отделения Красного университета, ознакомились с этой программой в задании, которое было размещено в системе СДО, в системе СДО, соответственно, была ссылка на программу, ее можно было прочитать. Также вы могли прослушать выступление Александра Владимировича Золотова по поводу реализации программы коллективных действий, которые он делал на заседании Российского комитета рабочих в 2015 году. Но это больше имеет, конечно, сейчас историческое значение. Те, кто слушал это выступление, понимают, что не все то, что прозвучало в этом выступлении, было реализовано буквально на следующем заседании Российского комитета рабочих. Александр Владимирович докладывал о результатах этой законодательной инициативы, с которой к нему обратился депутат Рашкин. В общем, вы, наверное, знаете результат. То есть, законопроект был подготовлен, отправлен Рашкину, но ответа от него не было. Когда Александр Владимирович обратился с письмом к просьбе ответить, какая судьба, ну и получил уже ответ не от самого депутата, от его помощника, о том, что данный проект, законопроект был рассмотрен, признан несвоевременным и, соответственно, КПРФ не будет его продвигать в государственную дуну. Вот на этом, собственно говоря, единственная попытка КПРФ поучаствовать в сокращении рабочего дня и уменьшении, так сказать, трудовой нагрузки на российских рабочих и всех трудящихся, закончилось, да? И других попыток мы не наблюдаем. Где еще прозвучала программа коллективных действий, если говорить о публичном поле? Ну, она прозвучала тогда, когда Родфронт шел на выборы, выдвигал своих депутатов в Государственную Думу, выдвигал кандидата от Родфронта, выдвигался в президенты, Российской Федерации, был такой эпизод в жизни этой партии, хотя, строго говоря, партией ее сложно назвать, это было предвыборное объединение, в него входило РКРП и несколько мелких организаций, такого троцкистского толка в основном. Ну, от нашей партии участвовало несколько представителей, мы входили тоже в Родфронт, но в выборах по понятным причинам не участвовали. Так вот, одно из условий было вхождение в Родфронт, то, что Родфронт примет на вооружение программу задач коллективных действий. Но ни в предвыборной кампании, ни в каких-то дебатах, нигде, скажем так, от лица Родфронта эта программа не звучала. Ну, и, соответственно, мы можем сказать, что программа Федерации профсоюзов России «Задача коллективных действий» существует, во-первых, в виде самой программы, да, хотя Федерация профсоюзов России вошла в КТР, Федерацию труда России, и как отдельное такое объединение вроде как не существует, то есть она находится в нем в снятом виде. Но, тем не менее, программа не отменена. Значит, более того, эту программу целиком включила в свою программу рабочая партия России. И, по сути дела, эта программа является своего рода программой минимум, реализация которой, частично скажем так, реализация которой возможно уже в рамках капиталистического строя. Но если мы эту программу рассмотрим внимательнее, рассмотрим все ее разделы, это разделы, касающиеся трудовых отношений, разделы, касающиеся здравоохранения, образования, национальной экономики, налогов и финансов и политической системы, политической сферы, то мы видим, что, в общем-то, конечно, эта программа полностью в рамках существующего политического строя реализована быть не может. потому что, прежде всего, в разделе «Политическая сфера» мы видим такой пункт, как «Осуществление права отзывов на основе принципа выборов через трудовые коллективы», который делает отзыв о существовании практически. Но мы знаем, что выбор через трудовые коллективы – это принцип формирования Советов, то есть органов диктатуры пролетариана. Органы диктатуры буржуазии формируются путем выборов по территориям. Соответственно, избиратели находятся на определенной территории, они ничем не объединены, кроме географического соседства, по большому счету. В отличие от трудовых коллективов, которые объединены и, во-первых, единством интересов, во-вторых, реальным взаимодействием, реальной работой в процессе своей трудовой деятельности. И не только трудовой деятельности, но и борьбы за свои интересы, за осуществление своих интересов. Поэтому, когда мы рассматриваем программу коллективных действий, мы должны понимать, что эта программа многоуровневая. То есть она включает в себя различные уровни организации, прежде всего рабочих, но и трудящихся в целом. И на каждом из уровней организации возможно осуществление тех или иных положений программ. А в целом она реализуема, естественно, при участии всего рабочего класса. То есть в ходе классовой борьбы. при условии завоевания пролетариатом политической власти и реализации, соответственно, осуществления диктатуры пролетариата и тех последующих шагов, которые необходимо будет предпринять для строительства нового общества. Но это не снимает необходимость уже сейчас работать над реализацией программы Федерации профсоюзов в России задачи коллективных действий. И более того, эта работа идет, реализация происходит, причем не, скажем так, ряд положений этой программы реализовался вроде как без активного участия рабочих коллективов. С одной стороны, вроде как может показаться. С другой стороны, мы знаем, что те же положения Трудового кодекса, которые, допустим, сейчас перекрывают ряд требований программы Федерации профсоюзов России, были приняты уже в результате достаточно напряженной борьбы за принятие действующего Трудового кодекса. Тот, кто интересуется этим вопросом, может обратиться к замечательным выступлениям Михаила Васильевича Попова, который подробно рассказывал историю принятия современного Трудового кодекса, который был одним из шести трудовых кодексов. И, скажем так, это такой компромиссный вариант, который, тем не менее, дает возможность трудящимся, дает возможность рабочим бороться за свои права, потому что в нем заложен принцип конкурентности. С одной стороны, это вроде как везде прописано социальное партнерство, но на самом деле, по сути дела, этот кодекс, тот раздел, который касается, в особенности касается принятия коллективных договоров, он как раз четко указывает на то, что есть необходимость борьбы, то есть есть необходимость не только какого-то взаимодействия для того, чтобы прийти к соглашению, порой, да не порой, а вообще это, так сказать, правило жизни, что необходимо предъявлять определенные аргументы и побеждает тот, на чьей стороне сила. У нанимателей есть, конечно, значительный ресурс, у него есть и, собственно говоря, административный ресурс, и денежный ресурс, финансовый, да, есть, он может подключать органы буржуазного государства к решению своих задач, ну, и, в общем-то, успешно это делают, но за рабочим классом тоже есть сила, и это сила немалая, сила его, в его организованности. Вот, если рабочий класс организован, организован, начиная с трудового коллектива, начиная с борьбы на своем предприятии и вплоть до организации как класс, вплоть до участия в политической борьбы, борьбе с посредством своего авангарда политической партии рабочего класса, в этом случае рабочий класс имеет не меньшую, а мы знаем исторически, что он большую силу, чем класс буржуазии, не говоря уж о том, что он более многочисленный, но сейчас пока мы видим, что несмотря на все разногласия, которые неизбежно есть между представителями буржуазии, в общем-то, в реализации своих коренных интересов, а коренной интерес буржуазии это продолжение эксплуатации рабочего класса, получение прибавочной стоимости, в этом они сходятся и, в общем-то, благополучно вместе решают те проблемы, которые возникают в связи с противодействием этому со стороны рабочего класса. Пока это противодействие не очень сильное, будем говорить так. Вашему вниманию был представлен ряд вопросов, соответственно, на который можно было ответить, но пока еще не все вопросы проверены. Вопросы, но уже по тем вопросам, на которые отвечали, в общем-то, можно сказать, что только некоторая часть вопросов вызвала интерес со стороны слушателей, ну, например, по вопросу истории Федерации профсоюзов России, желающих ответить я пока не встретил, да, хотя, надо сказать, что информация об этом есть, она не очень большая, но с ответом того, что сейчас Федерация профсоюзов России как самостоятельная организация не действует, и стоит ее знать на нужно и важно. Почему это нужно? Потому что в нее входили и входят наиболее организованные, более успешные профсоюзы, профсоюзы, которые существуют на сегодняшний день в России. И к опыту этих профсоюзов, в частности, это Федеральный профсоюз авиодиспетчера, который составил, собственно говоря, костяк Федерации профсоюзов России, мы обращаемся до сих пор, несмотря на то, что прошло, в общем-то, достаточно много лет, ну, практически 20 лет, да, с того времени, когда была создана Федерация профсоюзов России. Исчезли, исчезла ли Федерация профсоюзов России после вхождения в Конфедерацию труда России? Ну, по видимости, да, а на самом деле, конечно, нет. Потому что до сих пор профсоюз авиодиспетчеров – это живой боевой профсоюз. Кроме того, вы знаете, что два раза в год уже в течение многих лет в Нижнем Новгороде проходит Российский комитет рабочих. Российский комитет рабочих вносит название «Семинара по рабочему движению Федерации профсоюзов России и Фонда рабочей академии». То есть, Федерация профсоюзов России участвует в проведении Российского комитета рабочих. Кроме того, Федерация профсоюзов России поддерживает также и издание газеты «Народная правда», тех выпусков, которые посвящены заседаниям Российского комитета рабочих, поддерживает финансово. В «Народной правде» неоднократно публиковались статьи, посвященные профсоюзу авиадиспетчеров, истории Федерации профсоюзов России. И, опять же, желающие могут познакомиться с архивными номерами на сайте Фонда рабочей академии, на сайте Московского отделения Фонда рабочей академии. Да, значит, по программе Федерации профсоюзов России мы уже отчасти этот вопрос затронули. Также рассмотрели вопрос, в каких партии приняли на вооружение программу задачи коллективных действий. Ну, как мы знаем, Родфронт фактически, регистрация его прекращена, но и, насколько я понимаю, он не функционирует. А рабочая партия России продолжает свою работу и, соответственно, продолжает реализацию тех требований, которые изложены в программе Федерации профсоюзов за задачи коллективных действий. Одним из популярных вопросов, на которые отвечали слушатели, это был вопрос, являются ли требования, изложенные в программе Федерации профсоюзов России, задачи коллективных действий, экономическими или политическими. Самый короткий ответ, который я встретил, звучал как «да». Да, ну понятно, что. Нельзя не согласиться с автором, с одной стороны, с другой стороны, хотелось бы, конечно, все-таки получить более развернутый ответ. И если это экономические требования, то обосновать, почему экономические, если политические, то почему политические. А может быть, есть и те, и другие требования. Среди присутствующих есть желающие ответить на этот вопрос? Готовы? Хорошо. Потянки на поле, город Ленинград сейчас. Большинство требований, которые включены в программу коллективных действий, это экономические, с моей точки зрения, потому что, если даже взять требования, которые были о сокращении рабочего дня до шести часов, которые считают, что надо пропагандировать, продолжать. И нам с вами доводить это требование и до рабочего представителей и рабочего класса, в первую очередь, мы считаем, до всех трудящихся, потому что, как нам здесь показывали на предыдущих занятиях, если также мы можем анализировать и сами, всего лишь час или два рабочего времени, рабочий трудится на то, чтобы, как говорится, обеспечить себя и свою семью, зарабатывая денежные средства, а оставшиеся шесть или семь часов из восьми часового рабочего дня. Но если быть более точным, то сейчас большинство трудится уже не восемь часов, а до десяти, некоторые и до двенадцати часов в сутки для того, чтобы заработать, заработать, как они считают, достаточные средства на то, чтобы обеспечить свою семью, то это требование, во-первых, точно экономическое, но из политических здесь требований, так что, наверное, пока промолчу. Да, спасибо. Спасибо. Ну, действительно, значительная часть требований, изложенных в этой программе, является экономическими, но, тем не менее, в этой программе есть целый раздел, касающийся политической сферы. Соответственно, об одном из требований мы уже поговорили. Это осуществление права вызова депутатов, то есть это изменение избирательной системы. Понятно, что ждать от буржуазной власти, что она поменяет избирательную систему, ну, наверное, мягко говоря, наивно, мягко говоря, наивно. Поэтому никто на это особо не надеется, поскольку задачи, которые здесь стоят, это задачи коллективных действий, то есть это действий коллективов, с одной стороны, да, и действий совместных. То есть они не рассчитаны на то, что вот это требование будет предъявлено российским властям, и они пойдут на реализацию. Или то, что это будет принято в результате какого-то законопроекта, проведенного через Государственную Думу. Понятно, что Дума, избранная по буржуазным законам и по принципам, да, которые заложены, так сказать, и задачами которой является осуществление, вернее, легитимизация власти буржуазии, такой закон никогда не примет. Даже если партия рабочего класса будет представлена в Государственной Думе в качестве единственной возможной оппозиционной партии, потому что все остальные партии, строго говоря, не являются оппозиционными. Можно еще тогда вопрос? Имеет ли смысл человеку участвовать в этих буржуазных выборах, независимо в качестве избирателя или депутата какой-то структуры, с Вашей точки зрения, Вашей рекомендации? Ну, есть позиция, которая, собственно говоря, выработана еще в начале прошлого века, и она заключается в том, что выборы и участие в представительных органах власти коммунисты должны использовать как трибуну для пропаганды своих идей, для продвижения своих идей. Это все. То есть других, в общем-то, задач нет. Участие в выборах исполнительной власти для партии рабочего класса абсолютно исключено, потому что принимать участие в функционировании, да, и, так сказать, в поддержке аппарата насилия со стороны правящего класса, класса буржуазии, несовместимо с членством в партии рабочего класса. Это то, что касается участия в качестве депутатов, кандидатов депутатов и так далее, да, что касается участия в голосовании, ну, это вопрос более такой индивидуальный, скажем так, да, потому что определенной рекомендации, определенного запрета на то, что не ходить на выборы, не участвовать в буржуазных выборах, мы прекрасно понимаем, что исход выборов предопределен, то есть, как бы ни проголосовали избиратели, они проголосуют за власть того класса, который сейчас находится, да, кто организует, кто проводит выборы, тот на них и побеждает, поэтому необходимо проводить свои выборы, выборы в органы диктатуры пролетариата, это выборы в советы, которые идут через трудовые коллективы, причем не просто через трудовые коллективы, а трудовые коллективы, которые борются за свои интересы и имеют функционирующие забастовочные комитеты и уже из членов этих забастовочных комитетов формируются советы. Так было в свое время и, в общем-то, ничего в этом плане не изменилось. Ну, в определенных, наверное, в определенных ситуациях, да, индивидуальная поддержка может того или иного кандидата сыграть положительную роль в жизни страны, но если мы имеем явно представителя ультраправых, представим гипотетическую ситуацию, да, и, так сказать, более консервативного, приверженности демократических буржуазных ценностей. Здесь уже выбор, так сказать, за каждым, но по большому счету смысла это особого не имеет. Вот, тем более сейчас вся эта история с выборами будет выглядеть немножко иначе, как и не так, как раньше. Вы знаете, что выборы проводятся теперь не один день. будет такой супер-марафон выборный. Ну, посмотрим. Может быть, меньше будет, скажем так, меньше ажиотажа на местах и каких-то эксцессов, которые, скажем так, дезорганизуют работу и жизни в каких-то определенных населенных пунктах. Да, возвращаемся к политической сфере. Вот этот раздел, да, значит, раздел включает в себя такие пункты, как формирование Совета Федерации путем выбора его членов гражданами соответствующего региона, то есть изменение системы выбора. Не так сейчас выбирает местная дума, да. Расширение полномочий федерального собрания в сфере контроля за финансовыми государствами. Развитие системы местного самоуправления. Ну вот сейчас, по сути дела, система местного самоуправления, которая была немножко отдельно от системы исполнительной власти, она туда, по сути дела, интегрирована. Опять же, упоминается возможность отзыва должностных лиц и депутатов населения. Но сейчас возможности отзыва реальной нет. Снижение барьер для прохождения политических партий в законодательные органы, вплоть до введения пропорциональной системы представительства политических партий. Ну, сейчас даже для регистрации, собственно говоря, сейчас мы видим, что даже для того, чтобы зарегистрировать партию, необходимо иметь представительство 50 на регионах и сделки. То есть, речь идет даже не о вхождении, а просто чтобы партию зарегистрировали политически. Ну вот, нужна ли регистрация партии рабочего класса, на самом деле, да? Вопрос. То есть, если будет возможность зарегистрировать, да, это может оказаться полезным, но опять же, для участия в каких-то выборах, для расширения возможностей пропаганды. Потому что, ну, это доступ и к средствам массовой информации дополнительные появляется. То есть, есть возможность, конечно, распространять свои идеи, марксистские идеи. Но, с другой стороны, в реализации главной программной цели, в общем-то, регистрация партии рабочего класса, никак не помогает. Свободный доступ к каждому человеку к объективной и достоверной информации, использование трудящихся средств современной связи, государственная финансовая поддержка сельской прессы, доступность разных точек зрения на обсуждаемые общественно важные вопросы, свобода прессы. Ну, опять же, мы понимаем, что свобода прессы, там, где диктуется все финансами, невозможно. Ну, и вообще, по большому счету, свобода прессы, как лозунг может выдвигаться, но мы знаем, что любое государство является диктатурой правящего класса, поэтому свобода прессы буржуазная отличается от свобода прессы в социалистическом государстве. То есть, пресса свободная, но, тем не менее, определенные ограничения есть. То есть, пропагандировать буржуазный образ мысли и образ жизни будет невозможно. Но пресса будет свободна при этом. Соблюдение права на проведение митингов и демонстраций. Ну, вот формально это право присутствует, да, то есть, может, пожалуйста, подайте заявку, но по какой-то причине ее могут не согласовать и, как правило, не согласовывают. Да, сейчас, тем более, до сих пор продолжают действовать ковидные ограничения, которые, в общем, пришлись очень кстати. То есть, любые массовые мероприятия, которые не инициированы сверху, могут быть запрещены под предлогом защиты населения от распространения опасной инфекции. Соответственно, ну, не надо думать, что государство диктатуры пролетариата будет разрешать проводить всем и каждому, да, так сказать, реакционные митинги, демонстрации и так далее. То есть, это понятно, что как требование, как расширение прав, оно выдвигается совершенно справедливо и в отношении трудящихся, да, митинги, демонстрации, наверное, нужны. Но, опять же, мы понимаем, что победа пролетариата будет не на митингах, не на демонстрациях, а в борьбе на своих предприятиях, прежде всего. Создействие развитию общественных, в том числе, профсоюзных организаций. Ну, никаких препятствий для создания профсоюзных организаций нет. Содействие со стороны государства, развитие общественных организаций приводит к созданию, естественно, проправительственных общественных организаций, раз, к массовому распилу бюджета, это как следствие, ну и, как правило, заканчивается это ничем, то есть в лучшем случае это безвредно, а в худшем случае люди, так сказать, отвращаются от какой-то общественной жизни. Ну а профсоюзные организации, создаваемые под эгидой нанимателей, да, и государственные наниматели, естественно, они становятся на сторону нанимателей. Поэтому здесь не надо забывать, что вот эти требования, они обращены прежде всего к коллективам, это задачи коллективных действий. То есть развивать общественные организации должны коллективы, создавать профсоюзные организации должны коллективы. То есть это не требования, направленные вовне, а это та задача, которую необходимо решать. Ну, например, развитие какой общественной организации? Тут есть общественная организация Рабочая партия России, да, значит, задача ее развития состоит в том, чтобы она превратилась в полноценную партию массовую, партию рабочего класса. Профсоюзные организации. На многих предприятиях есть профсоюзные организации, но они являются таковыми только по названию, то есть они не осуществляют свою единственную цель – защиту интересов трудящихся, борьбу за заработную плату, борьбу за улучшение условий труда, в широком смысле слова. Значит, задача коллективных действий в том, чтобы эти профсоюзные организации стали действующими, соответственно, чтобы они занялись тем, к чему они призваны – защитой интересов трудящихся. Вот таким образом. То есть политическая сфера представлена. Ну и, конечно, достаточно широкий спектр экономических задач, которые изложены в программе коллективных действий, это и понятно, потому что профсоюзы в целом и в основном занимаются экономической борьбой. Это их область применения. Другой вопрос, который вызвал интерес у слушателей, на который прислали ответы – это какие задачи из программы коллективных действий, являются ключевыми для решения всех остальных задач. Кто-то может ответить на этот вопрос? Да, пожалуйста. Карл Павлович, слушайте. Красный мунистер. Я для себя отметил две задачи, где-то программа ключевые. Начнем с того, что сокращение рабочего дня является предварительным условием освобождения рабочего класса. Потому что в результате сокращения рабочего дня увеличивается свободное время. Как мы знаем, свободное время – это время, предназначенное для развития. То есть, в свободное время работники могут повышать свою квалификацию, могут получать политическое образование, что мы, собственно, сейчас и делаем. А также, в том числе, получать время для объединения и борьбы за свои коренные интересы. Таким образом, пункт программы, а он звучит, увеличение свободного времени работников путем сокращения продолжительности рабочего дня до 6 часов и введения 30-часового рабочей недели без понижения заработка. А также за счет роста времени оплачиваемых отпусков является одним исключением. Но, как мы знаем, любое свободное время, без, так сказать, экономической базы, без отсутствия денег, не приведет к тому, для чего оно предназначено. То есть, оно должно быть экономически обеспечено, материально обеспечено. Поэтому, вторым пунктом, который я выделил из программы, это повышение реального содержания заработной платы, в том числе, путем доведения номинальной заработной платы в достоинстве рабочей силы. Здесь давайте рассмотрим, что это, собственно, означает. Ну, как мы знаем, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, заработная плата – это вознаграждение за труд. В то же время, в соответствии с политэкономией, рабочая сила – это способность человека к труду. Заработная плата – это денежное выражение стоимости товара, рабочая сила. Стоимость рабочей силы – это стоимость средств для нормального воспроизводства рабочего и его семьи. Ну, из предыдущих лекций Красного университета мы знаем, что в 2007 году профсоюзом Токер, по-моему, была рассчитана стоимость рабочей силы в ценах на 1 августа 2007 года, и она на тот момент составила порядка 200 тысяч. Наверное, в ценах сегодняшнего времени оно, наверное, составляет на менее 250 тысяч. Но ни для кого не будет секретом, что заработная плата, которую получают сейчас рабочие, не соответствует тому теоретическому или расчетной стоимости рабочей силы. Поэтому, собственно, доведение заработной платы до стоимости рабочей силы является вторым ключевым пунктом программы. У меня все. Спасибо. Спасибо. Да, вы совершенно правы. Действительно, вот эти две задачи являются ключевыми. Ну, собственно говоря, вы изложили, тут я не хочу повторяться. Все в этом совершенно правильно. Пока, скажем так, идея сокращения рабочего времени не очень популярна. Но, тем не менее, если раньше это вызывало какой-то, скажем так, даже негативный отклик, как это работает, мы меньше будем получать, если будем меньше работать. Сейчас, в общем-то, по тем откликам, которые мы получаем на нашу газету, можно сказать, что сама идея уже какого-то отторжения у трудящихся, у рабочих не вызывает. С одной стороны. С другой стороны, у нас есть уже представители трудовых коллективов, которые включили вот это требование в свои проекты коллективных договоров. Пока еще до стадии коллективно-трудового спора ни один из этих коллективов не дошел, но, тем не менее, это уже такой отрадный факт, что это требование не просто является каким-то теоретическим, оно уже практическое и, собственно говоря, включение его в проект коллективного договора говорит о том, что коллектив, который будет бороться за него, он его принимает. Идет сбор подписей за данные проекты на ряде предприятий, поэтому я думаю, что это требование будет становиться все более и более популярным. Задача в том, чтобы его осуществить, хотя бы на одном предприятии добиться, что рабочий дел сокращен, это будет, конечно, таким мощным стимулом для того, чтобы двигать его дальше по другим предприятиям, другим отраслям промышленности. Что еще важно? Когда мы говорим о сокращении рабочего времени, мы понимаем, что это один из аспектов, да, и о повышении заработной платы, а о изменении условий труда, в широком смысле слова. То есть понятно, что кроме того, что необходимо сократить это рабочее время, повысить заработную плату, необходимо также и улучшить условия труда на производстве, потому что это вопросы жизни и здоровья работников. Это требование не снимается, это требование сохраняет свою актуальность, вплоть до, вообще-то, наступления полного коммунизма, потому что условия труда, разница в условиях труда, это, по сути дела, классовые различия, которые не исчезают сразу после установления безкласса общества. То есть это те различия, которые сохраняются. И дело не только во времени, да, потому что время, понятно, что сокращение рабочего времени улучшает положение трудящихся как в материальной, так и в материальной сфере. Но в большей степени оно улучшает опять положение в сфере материального производства, потому что те, кто работает вне сферы материального производства, уже частично пользуются свободным временем общества. Но этого недостаточно, потому что в оставшееся рабочее время, даже если два часа рабочий будет работать, но он будет работать во вредных и опасных условиях труда, тем не менее, значит, и сохранится разница между его трудом, да, и трудом ученого, инженера и так далее. Те, кто непосредственно не соприкасается с вредными и опасными условиями труда. Как современная буржуазия решает вопрос ликвидации этой разницы? Она проводит спецоценку условий труда. И в результате этой спецоценки оказывается, что все трудятся в одинаково допустимых условиях, как минимум. Но благоприятные все-таки условия труда не замахиваются, то есть единичку мало кто получает, даже генеральный директор не получает единичку. А вот второй класс условий труда могут получить все по результатам спецоценки условий труда. И получается, что и, так сказать, персонал, и управленческий персонал, административно-управленческий персонал, и рабочие на производстве, и, так сказать, да и медики тоже порой, да. Любой трудящийся может получить второй класс в результате проведенной спецоценки. Потому что методика сделана таким образом, что она не учитывает ряд показателей. Кроме того, те показатели, которые учитываются, в общем-то, можно определенным образом, проводя испытания, получить нормальными. достаточно там не включать оборудование, допустим, не проводить технологический процесс, замерить в пустом цехе с выключенными приборами, все будет хорошо. Ну и так далее. То есть, или просто пренебречь какими-то факторами, как не включать их в программу спецоценки. Но мы-то говорим с вами не о том, как на бумаге добиться, так сказать, ликвидация классовых различий и различий условий труда, а как добиться этого на деле. На деле этого добиться можно только повышением производительности труда, использованием высокотехнологичного оборудования, так сказать, которое минимизирует контакт человека с этими вредными, опасными условиями труда. То есть, использование машинного труда, работы машин, использование автоматических систем, роботов и так далее. Сейчас мы видим, что автоматизация пошла немножко в другом направлении, и роботизировать, и автоматизировать, и заменять работников стали в творческих профессиях. То есть, художники, которые раньше им надо было, чтобы тебе нарисовал плакат, нарисовал какую-нибудь открытку, еще что-то нужен был художник, еще не один. Сейчас можно загрузить, так сказать, в систему искусственного интеллекта свои запросы, и он тебе что-нибудь нарисует. Причем, довольно правдоподобно, в зависимости от уровня той программы, которой... И уже была информация, были публикации о том, что увольняют людей творческих профессий, заменяя их, собственно говоря, искусственным интеллектом. Так что, а вот рабочих пока не торопится заменять роботами. В этом плане рабочим, так сказать, пока беспокоиться не о чем. В медицине, в педагогике? В медицине, в педагогике тоже, да, пока, скажем так, роботы используются, но это больше роботические системы даже, я бы сказал. То есть это такие сложные инструменты, которые все равно управляются человеком в итоге. А дистанционное обучение? Ну, дистанционное обучение все равно там человек с той стороны находится. Собственно говоря, программу, сами обучающие все эти все, что создают человек. Но насколько эффективно это дистанционное обучение, это большой вопрос. Потому что все равно передача знаний, передача опыта идет от человека к человеку. Это заменить невозможно. Бесчеловечные методы обучения все-таки дают гораздо худший результат, особенно если надо научиться чему-то связанному с людьми все-таки, да. Поэтому вот то, что касается образования и медицины, здесь, конечно, вряд ли дистанционное обучение заменят. Что касается технических каких-то специальностей, ну, наверное, здесь какую-то часть можно заменить. Таким образом. Вот. Значит. Ну, я предлагаю сейчас сделать небольшой перерыв. И после перерыва поговорить уже по пунктам программы, что реализовано, что не реализовано. Продолжаем наше семинарское занятие. Собственно говоря, сегодняшнее наше занятие посвящено реализации федерации, программы Федерации профсоюзов России задачи коллективных действий. Мы говорили о том, что какие, собственно говоря, требования включены в программу, ну, и необходимо поговорить еще, поговорить два вопроса. Первый касается того, собственно говоря, как это все осуществлять, да. То есть, понятно, что раз программа многоуровневая, осуществляться она может тоже на разных уровнях организации, трудящихся. И соответствующий вопрос был включен в задание. И второе – это то, что уже реализовано и то, что предстоит реализовать из программы задачи коллективных действий. В целом, можно сказать, что программа актуальна, программа продолжает действовать, потому что в целом она не реализована еще. И реализация отдельных пунктов подтверждает то, что эта программа, во-первых, действительно соответствует требованиям трудящихся, она способствует улучшению положения трудящихся. первое и второе – то, что те пункты, которые были изложены, реальны, да, то есть это не какие-то фантазии, не какая-то манилощина, это то, что реально может быть осуществлено и осуществляется. Итак, давайте пройдемся по программе, ну и сразу будем говорить о том, что, о том, как, на каком уровне трудовые коллективы могут реализовывать те или иные положения. Так, в области трудовых отношений, установление цены рабочей силы, зарплаты работников на уровень ее стоимости. Так, то ключевое требование, о котором мы говорили. Здесь расчет был на 2007 год, 45-250 тысяч, сейчас это сумма больше. Примеров, расчетов достаточно много на сайте фонда, московского фонда, московского отделения фонда рабочей академии, есть примеры для разных регионов. И, в принципе, методика известна, можно взять и посчитать для своего предприятия, для своего региона, какова стоимость рабочей силы. Это может сделать каждый и использовать дальше для работы с своим коллективом при создании проекта прогрессивного коллективного договора. Ну вот, возьмем эту планку, допустим, 250 тысяч. Что у нас сейчас в России? Среднемесячная заработная плата составляет 73 тысячи рублей. При этом за 8 месяцев 2023 года она увеличилась на 7,5%. Это сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании Генсовета Федерации независимых профсоюзов России. То есть, мы видим, что средняя заработная плата еще не дотягивает, прямо скажем, до уровня стоимости рабочей силы. Хотя и есть тенденция к росту. За счет чего произошел этот рост? За счет того, что в некоторых отраслях, на некоторых предприятиях стали платить больше. То есть, это не рост в целом, в целом по стране, во всех предприятиях, потому что мы знаем, что идут сообщения о том, что в других, скажем так, на других предприятиях идет обратный процесс, идет тенденция к сокращению заработной платы, поэтому это происходит, скажем так, без явной активной борьбы коллективов, просто потому что у государства есть необходимость стимулировать определенные отрасли, в связи с внешнеполитической ситуацией, в связи с тем, что идет специальная военная операция. Семь с половиной процентов рост за восемь месяцев. У нас, если это действительно так, то получается, что рост заработной платы обогнал инфляцию, ну, по крайней мере, инфляцию ту, которая была обозначена в качестве целевого показателя центра банка, то есть четыре, сейчас они говорят четыре, четыре с половиной процента, но, тем не менее, значит, а прогноз по инфляции, с другой стороны, семь, семь с половиной процентов. То есть получается, что не получается обогнать инфляцию, несмотря на то, что рост вроде как заработной платы приличный, но инфляция, тем не менее, и те, кто изучал политэкономию, понимают, что инфляция, цены это не грибы, они сами по себе не растут. Рост, понятно, что просто так повышать заработную плату никто не будет. Повысив заработную плату, ее надо забрать обратно, путем инфляции, путем повышения цен на товары и услуги, что, собственно говоря, мы и видим. Конечно, объясняется это по-другому, что рост заработной платы ведет к увеличению платежеспособного спроса, соответственно, платежеспособный спрос ведет к повышению цен. Но мы знаем, опять же, что постоянно идет рост производительности труда, соответственно, при росте производительности труда доля затраченного труда на единицу продукта снижается, уменьшается постоянно, соответственно, цены должны не расти, а должны уменьшаться. А тенденция получается обратная. Значит, что по следующему пункту? Установление минимальной оплаты труда по росту зарплаты. Здесь это базовое, скажем так, базовое требование экономическое, которое должны и могут реализовывать трудящиеся и рабочие на своих предприятиях. То есть повышение заработной платы, а также превышение рост зарплаты над уровнем инфляции должно быть заложено в проекты коллективного договора. И, соответственно, при заключении такого коллективного договора без участия правительства рабочие могут повысить себе заработную плату. Но просто так, естественно, наниматель заработную плату не отдаст, за это будет необходимо бороться. Но это требование, которое реализуемо на уровне отдельного предприятия. А вот то, что касается роста реальной заработной платы, то мы видим, что дальше идет отъем все равно. То есть это получается постоянная гонка на опережение. То есть если мы заработную плату повышаем, то путем инфляции ее будут забирать обратно. Так будет происходить до тех пор, пока, собственно говоря, заработная плата не перестанет быть заработной платой. Это возможно только при ликвидации наемного характера труда. То есть она останется по форме заработной платы, на самом деле это как рабочие квитанции, да, получается. Установление минимальной оплаты труда на уровне ниже 40% от уровня средней по народному хозяйству. В любом случае не ниже научно определенного прожиточного минимума. Ну вот если у нас среднемесячная заработная плата 73 000 рублей, то минимальная оплата труда сейчас на этот год 16 242 рубля. В следующем году установлена в сумме 19 242 рубля в месяц. получается, что сейчас она 23% средней заработной платы, а в следующем году будет 27. То есть она до 40% не дотягивает. Ну и способ определения, собственно говоря, у нас минимальная заработная плата рассчитывается не от средней по экономике, а от, так называемой, патриемической корзины наиболее необеспеченных слоев населения, да, с учетом их реального потребления. Ну, поскольку минимальный размер оплаты труда устанавливается федеральным законом, то это требование не реализуется на уровне каждого трудового коллектива, понятно, да. Задача в том, чтобы не получать минимальную оплату труда, а получать нормальную оплату труда. И, собственно говоря, за это и должна идти борьба. То есть не за то, чтобы получать минимум, и этот минимум был выше, да, а за то, чтобы получать зарплату на уровне стоимости рабочей силы. Далее, доведение доли зарплаты в издержках производства продукции до уровня развитых стран. Какова доля в развитых странах? В развитых странах эта доля составляет 70-75%. То есть зарплата достаточно, ну, это говорит о высоком уровне заработной платы. Понятно, что здесь входит не только зарплата рабочих в издержке, ну, и плата управленческого персонала, который может во много раз превышать зарплату рядовых рабочих. Но, тем не менее, значит, доля заработной платы в издержках производства растет в тех странах, где это производство развивается. Если, допустим, возьмем Китай, то сейчас уже Китай не является страной с дешевой рабочей силой. То есть заработная плата китайских рабочих уже такова, что издержки, в общем-то, уже приближаются к развитым странам, соответственно, ну, не настолько выгодно становится производить в Китае. В России пока это, в общем, достаточно выгодно получается, потому что в России доля зарплаты составляет 44%, порядка 44%. Как этот вопрос решаться должен? Могут ли трудовые коллективы непосредственно решать этот вопрос? Очевидно, могут, повышая свою заработную плату, доля, они будут повышать долю зарплаты в издержках производства на своем предприятии конкретно. Так, установление доли постоянной части зарплаты, тарифы связанные с ним, выплаты на уровне не менее 80%. Ну, пока это требование не так в массовом порядке не реализовано. Постоянно, скажем так, об этом говорили и на Российском комитете рабочих, когда говорили о проектах прогрессивных коллективных договоров, что это требование необходимо включать в раздел «Заработная плата». Почему? Потому что это уменьшает, скажем так, зависимость работников от произвола нанимателя, который может манипулировать премиальной частью зарплаты, а если она составляет значительную часть, то, соответственно, делает затруднительным какую-либо борьбу работников за свой интерес, отставивание своих интересов. Потому что, если постоянная часть зарплаты невысока, ну, соответственно, работодатель может, не выплачивая премиальную часть, сильно осложнить виду каждого работника. Поэтому вот это требование необходимо включать в коллективные договора и добиваться его. Реализация этого требования осуществима на уровне трудового коллектива посредством заключения прогрессивного коллективного договора. Повышение оплаты сверхурочных работ. Работа в выходные и праздничные дни в ночное и вечернее время. Ну, вот сейчас мы видим обратную тенденцию, когда, наоборот, сверхурочные работы, работа в выходные и праздничные оплачиваются не так, как положено по Трудовому кодексу Российской Федерации. Переработки носят массовый характер, при этом зачастую работники готовы выходить, в общем-то, без выплаты повышенной заработной платы. Просто потому, что основная заработная плата, полученная за основное рабочее время, недостаточно. есть и другие всякие уловки. Недавно наш товарищ рассказывал, что за работы, связанные с производством продукции для СВО, идет повышенная оплата труда. Но при этом эта повышенная оплата начинается только тогда, когда отработаны допустимые по закону 120 часов сверхурочных работ, на тех же самых работах. То есть, сначала отработаешь сверхурочно 120 часов, а то, что будешь сверх того работать, уже получишь по повышенному, по повышенному разряду. Такая вот уловка нанимателя для того, чтобы не выплачивать положенная работника. Хотя это одни и те же работники, как вы понимаете. Соответственно, решение этого вопроса лежит в борьбе коллективов на своих предприятиях. Хотя бы, по крайней мере, получение тех законных, то есть, законного повышения, но и оптимально это включение в коллективные договора таких положений, которые бы гарантировали более высокую оплату по сравнению с Трудовым кодексом Российской Федерации. Установление гарантии оплаты труда в денежной форме. Ну, такая гарантия законодательно есть. Это 131 статья Трудового кодекса, которая говорит о том, что выплата заработной платы вне денежной форме возможно по соглашению с работником по положению коллективно-трудового договора, но не должна превышать 20% от всей заработной платы. Почему этот пункт появился? Потому что в 90-х, в начале 2000-х был период, когда работникам некоторых предприятий выплачивали продукции заработную плату, причем чуть ли не целиком. То есть, они вынуждены будут реализовывать самостоятельно продукцию своего предприятия для того, чтобы получить средства существования. Вот такой пример, который мне рассказывали. Есть такой сесть в строе, бумажный комбинат. В 90-е годы, проезжая по трассе, можно было видеть работников предприятия, обвешенных туалетной бумагой, которые получили заработную плату продукции своего предприятия. сейчас таких случаев уже нет, но в каком случае используется неденежная форма? Если продукция предприятия полезна для работников. в угольной промышленности, допустим, уголь могут получать часть зарплаты углем и отапливать свои помещения, например. В пищевой промышленности? А? В пищевой промышленности? Ну, в принципе, да, в пищевой. Ну, тут под вопросом, смотря что еще производится. Если 20% получить, допустим, в виде конфет, для здоровья работника будет не полезно. Так, увеличение свободного времени работников. Ну, пока мы это обсуждаем, да, пока это не реализовано. В целом, понятно, что в перспективе для того, чтобы ввести это во всей стране необходимо, скорее всего, необходимо будет завоевание политической власти рабочим классом. Ну, а на отдельных предприятиях, да, путем борьбы, путем включения в коллективные договора и заключения этих коллективных договоров, мы считаем, что это возможно реализовать. Так, обеспечение реальных экономических гарантий полной занятости за счет создания новых высокопроизводительных рабочих мест благоприятными условиями труда. Использование роста производительности труда не для увольнения работников, а для сокращения их рабочего и увеличения свободного времени и развития системы профессиональной подготовки и переподготовки. Ну, здесь целый комплекс взаимоувязанных требований. Все это, естественно, как бы в основе использования роста производительности труда лежит опять-таки сокращение рабочего времени. То есть, вместо того, чтобы увольнять рабочего, сокращается рабочее время тех рабочих, которые уже работают в предприятии. Добиваться этого можно, опять же, через коллективные договора. Пока примеров этого мы не имеем. Ну, что интересно, значит, ну, сейчас мы столкнулись с тем, что есть определенный дефицит высоквалифицированных рабочих. То есть, рабочие места есть, а рабочих нет. И есть дефицит в системе профессиональной подготовки. Почему? Потому что, ну, в свое время сокращали профессионально-технические училища, да, там, все, что касалось профессионального образования. И сейчас сложилась парадоксальная ситуация, что, допустим, в профессионально-техническое училище после девятого класса попасть сложнее, чем продолжить обучение в средней школе. То есть, там идет конкурс аттестатов. Там очень высокий балл для того, чтобы поступить в профессионально-техническое обучение. То есть, мест реально нет, и туда отбирают, ну, фактически лучших учеников. Вот, поэтому развитие этой системы, так сказать, жизнь заставила развивать эту систему. Другое дело, что для того, чтобы подготовить холестерна на рабочие, нужно время. Его нужно обучить в училище, и потом он должен еще поработать на предприятии, да, где ему передают, передадут опыт, так сказать, он получит практические навыки. Это занимает, ну, достаточно длительное время. Поэтому, такого быстрого замещения на рабочих, которые сейчас уже, ну, те, которые учились в советское время, они уже, в общем, такого пожилого возраста, можно говорить, быстро не происходят. Тут можно еще замечать, я работал здесь уже в Питере, в Академии транспортных технологий. Там конкурс «Аттестатор» действительно происходит, но этот конкурс не столько, может быть, для того, чтобы замещать еще рабочие профессии, но еще и связан с тем, что часть учащихся, когда идут десятый, одиннадцатый класс, они боятся так называемую Бабу-Ягу или систему ЕГЭ. Это раз. И второе, когда перешли на систему одиннадцати классов образования, то, заканчивая одиннадцатый класс, выпускник юноша, он дальше должен поступать в армию, если он сразу по окончании одиннадцатого класса не поступил в средне-специальные и высшие учебные заведения. А после девятого класса там предоставляется отсрочек. То есть здесь тоже есть нюансы. Спасибо за комментарий, но я могу сказать, что, и опять же повторю, что сейчас ситуация обратная. То есть, пожалуйста, десятый, одиннадцатый класс все равно поступить получается легче, чем в профессионально-техническое училище. Это раз. Второе, ЕГЭ сдают все абсолютно, в том числе и выпускники профессионально-технического училища. Так что тут в этом плане никакой разницы нет. Более того, ЕГЭ можно сдать даже выпускники прошлых лет. То есть те, кто не сдавал, допустим, единый государственный экзамен, но поработав какое-то время, причем время приличное. То есть выпускники прошлых лет – это люди, ну вот, иногда нашего с вами возраста, которые решили получить все-таки высшее образование, и им нужно сдать ЕГЭ. И они точно так же готовятся и сдают. ЕГЭ уже далеко не тот, который был в начале. Это не просто какое-то тестирование. То есть это нормальный серьезный экзамен. И что касается службы в армии, ну здесь отсрочка предоставляется на весь период обучения. То есть пока идет непрерывное обучение, это как бы одна отсрочка. То есть если вот я прервался, прервалось обучение, да, есть шанс, так сказать, поступить в вооруженные силы. Ну такого, скажем так, наверное, такого страха перед армией, как в последние позднесоветские годы, наверное, уже сейчас нет. Тем более один год рядом с домом, как правило, да, то есть это более спокойное к этому отношение, под контролем, так сказать, с визитом родственника, с посещением, с мобильными телефонами, ну, вечером или по выходным. То есть это такой… Те, кто служил в советской армии, они должны понимать, что это курорт по сравнению с армией. В зону специальной операции попало очень много, слушай. Ну, это нельзя сказать, что много, да, было, попали люди, действительно, это было… Ну, да. Еще если сказать небольшой нюанс, в колледже МЧС, там переходят в ваше учебное заведение по внутреннему экзамену. Там внутри они сдают экзамен, выпускной, и он же выпускной по экзамену, то есть внутри, без вот этого ЕГЭ. Ну, наверное, какие-то лазейки есть везде, понятно. Есть так называемые целевики еще, да, то есть там, где балл ниже, то есть, ну, масса всяких, да. У нас есть особые возможности здоровья, то есть, можем тоже сдавать экзамены на льготных, так сказать, в льготных условиях. Ну, я уж не говорю про некоторые, так сказать, регионы, где меньше 100 баллов на всех экзаменах никто не получает. вот, так что, понятно, что любая система несовершенна, но тем не менее, так вот, сказать, что ЕГЭ имеет недостатки, такого нет, да, потому что реально люди могут сдать экзамен и приехать учиться с любого региона, по сути дела. Ну, минусом этого системы было то, что экзамен был единый государственный, а система подготовки была не единой. Вот только с этого года фактически единый стандарт вводится для всей системы, независимо от, так сказать, местоположения программы. Наконец, так сказать, привели соответствие, что надо сначала научить, все учить одинаково, а потом одинаково отребовать. Это учили всех по-разному, а отребовали со всех одинаково. Вот таким образом. Так, значит, ну, понятно, что система профпереподготовки тоже нуждается в развитии. Ограничение практики заключения срочных трудовых договоров. Такого пока мы не видим. Наоборот, есть обратная тенденция, когда выталкивают постоянных работников на срочные трудовые договора. С одной стороны это делает их положение шатким, то есть по окончании срока работодатель его не продлевает и, собственно, не надо даже заморачиваться, как его уволить. Да, достаточно дотянуть до конца срока. С другой стороны, более того, есть и более, скажем так, вредная для работников форма, это когда заключается не срочный трудовой договор, а гражданско-правовый договор. То есть получается, что человек работает на предприятии, но является как бы индивидуальным предпринимателем, который выполняет заказ работодателя. На него никакие, так сказать, социальные гарантии, соответственно, не распространяют. Это крайне порочная практика, бороться с этим сложно, потому что если до этого дошло, то уже коллектив дезинтегрирован. То есть это не единый коллектив, а люди, которые в индивидуальном порядке и заключают договора со своим нанимателем. Согласование с работодателем, работодателем с профсоюзом решений, затрагивающих интересы работников. Ну, у нас согласование убрано, там везде. Из трудового кодекса, там вместо него поставлено сделает учет мнений. Учет мнений – это просто сбор информации от работников. Но нельзя сказать, что это совсем пустая процедура, потому что если мнение не учтено или учтено не так, как задумали работники, то это повод для открытия трудового спора. Поэтому нельзя так говорить о том, что учет мнений – это совершенно ненужная, пустая формаль. Это не так. Но если речь идет о согласовании, то это согласование – это действующий акт. То есть если профсоюз не согласовал, значит решение не вступает в действие. Российский комитет-рабочник рекомендовал включать такое требование в проекты прогрессивных и коллективных договоров. Ну, достаточно сложность, потому что наниматель, работодатель апеллирует к закону, а в законе везде стоит учет мнений. Так, признание права работников на приостановку работы при невыплате зарплаты и нарушении правил охраны труда. Аттестация рабочих мест по условиям труда. Ну, что касается признания права работников на приостановку работы, то требование, в общем-то, реализовано в законодательстве – это 142-я статья Трудового кодекса Российской Федерации. Такая приостановка зачастую в прессе, в средствах массовой информации неправильно именуется забастовка. Там работники такого-то предприятия начали забастовку в связи с невыплатой заработной платы. Это никакая не забастовка. Это просто реализация этого пункта, этой статьи Трудового кодекса. Каждый работник в индивидуальном порядке имеет право приостановить работу, уведомив об этом своего работодателя. Соответственно, то, что касается нарушения правил охраны труда, то использовать это решет, но тоже может быть использовано. Мы знаем, что докеры использовали этот пункт, когда, так сказать, излишне бдительно относились к технике, а полностью исправную технику найти сложно, что позволяет, в общем-то, приостанавливать работу без объявления официальной забастовки. Ну и аттестации рабочих мест, вот аттестацию, так сказать, отменили, да, вместо аттестации СОУД, ну а ущербию от которой мы сегодня уже говорили. Наделение каждого профсоюза правом на заключение коллективного договора в интересах своих членов. Действие коллективного договора до заключения нового. есть возможность продления коллективного договора, это то, что касается вот второй части этого требования, но не больше там трех лет там все получается. Наделение каждого профсоюза, вот в этом плане это требование не реализовано. Сейчас профсоюз может заключить коллективный договор, если он представляет более половины работников предприятия. Если меньше половины, то, соответственно, заключить не может. Либо он должен получить доверенности на заключение коллективного договора, опять же, от более чем половины работников. С одной стороны, это требование позволяет небольшим профсоюзам, то есть реализации, да, если бы это требование было реализовано, небольшие профсоюзы получили возможность бороться за заключение коллективного договора. С другой стороны, поскольку основной задачей это является все-таки организация всего коллектива, а не решение локального какого-то, так сказать, интереса небольшой группы работников, то, в общем-то, хотя это требование не снято, но оно дискутабельное, как минимум. Мы знаем, что в некоторых странах, во многих странах трудовое законодательство отличается. Коллективный договор может заключаться по некоторым трудовым законодательствам с любым количеством работников. Вот там три человека собрались и выдвигают требования к работодателю. С ними теоретически можно заключить отдельный договор. У нас такого нет, поэтому, с одной стороны, это делает начальный этап борьбы более трудным, с другой стороны, позволяет организовать весь коллектив. А если мы говорим о перспективе, о создании советов, то, конечно, в советы должны выдвигаться представители всего коллектива, а не какого-то там отдельного цеха, участка и так далее, которые решили свою проблему, заключив такой локальный коллективный договор в интересах только своих членов. Заключение профессиональных тарифных соглашений. Ну вот, трехсторонние соглашения есть, есть во многих отраслях, причем, если следовать вот этим профессиональным, если трехсторонним соглашениям, то они содержат прогрессивные пункты, которые улучшают положение на работников на предприятиях отрасли, но и вроде как предприятия, то есть руководство предприятий, которые входят в эти отрасли, подписались под этими соглашениями, даже это выполняют. Но сами по себе они это не выполняют, как правило. Поэтому профессиональные соглашения, то есть трехсторонние соглашения должны, их положение должны включаться в проекты коллективных договоров. То есть это дополнительный аргумент, то что, допустим, если это положение есть в трехстороннем соглашении, а в колл договоре это нет, этого нет в действующем, то есть это можно взять прямо целиком, если оно улучшает положение работников, и включить в коллективный договор. Причем это может быть отдельно даже проводиться, то есть речь не идет о заключении всего нового коллективного договора, а как дополнение к коллективному договору. Свободный доступ профсоюзов к информации, в том числе составляющей коммерческую тайну, касающийся экономического положения организации и права контроля профсоюзов за хозяйственной деятельностью организации. Ну, понятно, что коммерческая организация такую информацию, скорее всего, они не получат. Ну, коммерческую тайну точно, а что касается экономического положения, то, в общем-то, много достаточно организаций, которые свою отчетность выкладывают. То есть профсоюз может посмотреть, сколько реально зарабатывает организация, и в том числе наши товарищи используют для расчета уровня эксплуатации. То есть можно рассчитать, сколько, и вот эта вот цифра один-два часа, она появилась опять-таки из открытых, из цифр, взятых из открытых источников. То есть соотношение между тем, сколько организация зарабатывает и сколько получают рабочие. Осуществление права профсоюза на ведение коллективных трудовых споров и забастовок. Ну, право это есть. Значит, осуществление этого права находится на стороне профсоюза. Для того, чтобы профсоюзы вели коллективные договора, препятствия есть только со стороны самих профсоюзов. Да, наше законодательство достаточно сложное в этом плане, оно ограничивает возможности проведения коллективных трудовых споров. Процедура длительная, по подсчетам экспертов занимает порядка семидесяти дней для того, чтобы дойти от начала переговоров до забастовки. Но, тем не менее, мы знаем, что ряд коллективов прошли этот путь и проводили забастовки, в том числе Докер. Но дальше что у нас идет? Включая забастовки солидарности, политические и общенациональные экономические забастовки. Вот это интересный пункт, на самом деле. Все эти забастовки, которые там дальше упомянуты, находятся вне трудового кодекса. По трудовому кодексу забастовка возможна только в рамках разрешения коллективного трудового спора. Соответственно, коллективный трудовой спор – это спор между работодателем или представителем работодателя и конкретным трудовым коллективом на конкретном предприятии. Что касается забастовки солидарности, то, соответственно, это другое предприятие. Какой здесь выход из положения? Проблемы есть на любом предприятии. Соответственно, повод для ведения коллективного трудового спора есть на любом предприятии. Поэтому, если где-то проводится успешная борьба на каком-то предприятии данной отрасли, то ничего не мешает перенять опыт и проводить такие же действия на своем предприятии. Ну, что касается политических и общенациональных экономических забастовок, то это уже выход, конечно, за пределы экономической борьбы. Это уже относится к другому уровню организации трудящихся, уже к, по сути дела, классовой борьбы. Каждая классовая борьба есть борьба политическая. Но все равно надо понимать, что в рамках действующего законодательства политическая забастовка является незаконной. Ну, и общенациональная, естественно, экономическая тоже. За общенациональную экономическую забастовку каждый раз выступает на… Когда мы проводим занятия в университете рабочих корреспондентов, там почти в конце каждого занятия выступает одна из представителей и говорит, вот все это ерунда, там борьба на предприятиях, коллективные договора – это все мелко. надо организовать всеобщую политическую, всероссийскую стачку сразу. Что ее устанавливают? Что ее устанавливают, не знаю. Ну, я думаю, что сложно сразу перепрыгнуть. Да. Через большой каньон, да, если ты через маленькую канавку еще не прыгал. Принятие разработано фондом рабочей академии трудового кодекса, воплощающий передовые отечественные и зарубежные достижения в развитии трудовых прав граждан. Ну, вот здесь понятно, что для того, чтобы его принять, необходимо иметь, так сказать, хорошую политическую организацию. Просто так, естественно, он принят не будет. Но отдельные положения можно и нужно продвигать, в том числе борьбой на предприятиях, естественно. То же самое, когда мы говорим о сокращении рабочего дня, если это будет происходить повсеместно, будет происходить на ряде предприятий и, собственно говоря, то есть явочным порядком, по сути дела, будет устанавливаться шестичасовой рабочий день, то под давлением трудовых коллективов, возможно, что эта норма войдет и в действующий трудовой кодекс. Ну, я думаю, что время у нас подводить итоги. Как мы видим, программа коллективных действий является вполне актуальной. Более того, идет работа об ее реализации. Часть положений реализована. То, что реализовано, необходимо использовать в дальнейшей борьбе. Значит, не все положения программы коллективных действий ограничиваются сферой деятельности непосредственно трудовых коллективов. Значит, ряд положений, особенно то, что касается политической программы, требует организации рабочего класса в класс для себя. И, конечно, создания и развития собственной политической партии. Без этого невозможна реализация таких положений, как выборы по трудовым коллективам, как коренное изменение политической системы. реализации. Поэтому мы будем продолжать и обсуждать эту программу, и работать над ее реализацией. Благодарю за внимание. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова